как обмануть антиплагиат этот ролик мы посвятим очень необычной теме которую я бы назвал очень уникальной темы действительно обман антиплагиата это тот вопрос которым ставятся те кто пытается заработать в интернете а заработать в интернете конечно же хотят начинающие кто копирайтеры действительно я иногда даю кто-то мне с друзей спросит эй коля а есть к этому тебя работа я говорю да есть мне нужны авторы мне нужны авторы для моих статей и он говорит типа что нужно сделать просто напиши мне статью говорит о класс давай я тебе это сделаю я ему даю тему и он понимает что в этой теме ему написать довольно сложно и конечно же я ему даю статью первоисточник откуда взять информацию которую нужно перечитать переварить и написать конечно же он может взять фрагменты текста оттуда собрать мне такой текст и он будет возможно не уникальным а где-то где вот будут не видны неудачные склейки, возможно, и порванным по смыслу. Таким образом, первое, что будет сталкиваться начинающий человек, который пытается заработать в интернете, это как обмануть антиплагиат. Тот самый антиплагиат, который редактор использует для проверки уникальности статьи. Ведь обычно первое, что проверяется, когда приходит статья, это уникальность. Так вот, несколько способов, как обмануть антиплагиат, мы рассматривали в нашей статье. В статье рассказаны 8 способов обмана плагиата, но я остановлюсь на первом, и именно первому я посвящу способу трюки, как обмануть антиплагиат и написать качественный материал для вашего клиента по непосредственно его техническому заданию. Этот ролик считаем дополнение к той статье, где написаны черные методы обмана антиплагиата. Я считаю их неправильными, но мы в статье должны были про них рассказать, что они существуют, и мы умеем с ними бороться. Статья позволяет научиться бороться с нечестными методами антиплагиата, когда текст действительно машинально обрабатывает, либо использует трюки, ухищрения для того, чтобы обмануть сервисы антиплагиата. Вплоть до того, что иногда пробел, там используется другой символ или там другие буквы, вместо русских букв используются греческие буквы в алфавите, потому что у них схожий примерно дизайн, и это, допустим, А и О гласные, можно таким образом заменить. Я про эти методы даже не буду останавливаться в нашем ролике, а расскажу исключительно про то, как белым методом обманывать антиплагиат. Самый простой метод обмана антиплагиата, если вам дается статья, найти материалы на других языках, возможно, другие источники. Да, в некоторых них, возможно, это невозможно, например, юридические ниши, тому подобные ниши, там будет все с этим сложнее, но, конечно, проще найти материалы зарубежные. Зарубежные материалы могут содержать в себе больше дополнительных фактов, больше интересных цифр, больше информации. Для этого просто в Google вбейте ключевые слова, которые вам нужны, по которым вы будете писать статьи и найдите топ материалов, которые вы увидите, но вбивая ключи на другом языке. Переведите их, соответственно, в обычном Google-переводчике и вбейте в поиски Google. Найдя те статьи, которые вы найдете, почитайте ключевые абзацы, посмотрите структуру статьи и посмотрите очень ключевые факты, которые вы оттуда выловите. В первую очередь, начав абзац просто с переведенных фрагментов ключевых фактов из других источников, может быть отличным подспорьем для того, чтобы ваша статья уже выглядела уникальной и не повторяла выбранный вами первоисточник, из которого вы, условно говоря, будете рерайтить другие фрагменты. Второй трюк, который позволяет избежать прямого копирования источников, это проследить, откуда статья взяла свои данные. Конечно же, вот если, допустим, мне дается новость, допустим, я нашел новость на SEO News, я хочу про нее рассказать, я не буду брать текст SEO News или, допустим, Search Engine или каких-то других сайтов. Обычно всегда правилом хорошего тона есть ссылка на первоисточник. Я перейду на первоисточник и уже буду, допустим, если это первоисточник английский, да я и буду, как говорится, переделывать его. Именно зайдя на первоисточник и читая его, можно выловить больше полезной информации. Иногда можно совместить абзацы из первоисточника и абзаца того, кто процитировал и совместить общую логику предложения, перефразировав его. Таким образом, написанный с нуля фрагмент абзаца может оказаться уникальным, просто потому что мы взяли общую логику первоисточника и общую логику того, кто его процитировал. И таким образом получается вполне себе уникальное предложение. В-третьих, вы можете разбавить все свои абзацы фразами так, запятая, первоисточник сообщает, запятая, что и фрагмент предложения. И можете, само собой, сослаться на него, как на первоисточник. При помощи этого трюка позволяет, вы можете разбавить целые абзацы именно благодаря то, что вы ссылаетесь на первоисточники при помощи этого трюка. Так, запятая, кто-то сообщает, запятая, что. Именно вот этим трюком вы можете легко сделать целые абзацы уникальными, просто разбавив их между собой по смыслу. Почему? Потому что вы не можете рерайтить без конца в целую статью, это будет заметно. Но разбить абзацы по блокам, добавив цитаты из найденных первоисточников, это то, что я делаю всегда, когда пытаюсь написать какую-то большую статью из одного источника. Очень важным замечанием является экспертность. Иногда написанная статья руками, может иметь целые абзацы, могут иметь небольшую, как говорится, слабую уникальность, потому что вы используете термины, аббревиатуры, устоявшиеся выражения, определения, которые являются вполне себе статичными, и они могут быть вполне себе не уникальными. Но, допустим, как сделать определение уникальным? Например, какой-то из терминов определения дополнительно расшифровать в скобках. То есть, если у вас есть определение там это, и там еще идет цепь, допустим, фраз, которая является, ну, как бы, сцепь взятой из Википедии, взятой из каких-то других источников, и вы хотите уникализировать определение, найдите следующий термин в этом определении, которое является составной частью, и расшифруйте в скобочках его, допустим, перечислив его синонимы. Таким образом, определение получится тоже уникальным. Касательно аббревиатур, если у вас в тексте встречается аббревиатура, например, ДВС, да, то возьмите в скобочках, первый раз вы расшифруете двигатель внутреннего сгорания. Целое предложение сразу станет уникальным, то есть, если там было оно взято откуда-то из первого источника. Ну, и мне часто могут сказать, а как быть с цитатами? Нам что их, перефразировать? Ни в коем случае. Цитаты следует выделять специальной разметкой. Да, она выделяется, как цитата. У нее есть автор. Все нормальные сайты имеют верстку под квот, цитату. И цитата оформляется в том фрагменте, как она нужна. Но есть определенные правила цитирования. Ваш контент не должен состоять на 30% более, чем из цитат. Во-вторых, цитаты, которые вы берете в свой документ, не должны превышать 30% процитированного материала. Вообще, в идеале брать короткие цитаты, пару-тройку предложений и разбивать, как говорится, это в своей статье. Более того, не рекомендуется брать цитаты только из одного источника. Ваша статья должна содержать, если вы уже цитируете фрагменты, как минимум из трех-четырех источников, на кого вы ссылаетесь. И выделять эти цитаты следует отдельно. То есть, к цитате нужно логически подходить, и из цитаты нужно делать логический вывод. Но что делать, если написанный текст классный, а уникальность, допустим, 95%? Я рекомендую не гнаться за уникальностью в этом случае, если контент действительно написан классно, и все расписано четко, и какие-то предложения используются в том виде, как они используются, а не с целью как-то уникализировать, переделать в ущерб качеству. Здесь вот если 90-95% у вас уникальности, даже 70-80% уникальности у вас получилось. Это хорошо. Вы можете не волноваться, это реально хорошо. То есть, здесь не нужно, как говорится, копирайтер говорит, отправляйся, перепиши мне, пожалуйста, его вот весь. Он говорит, да, хорошо, перепишу. Нет, не надо так делать. Если текст действительно получился профильным, логично построенным, но уникальность где-то страдает, то я бы делал бы, как говорится, выбирал бы качество, а не уникальность именно в этом случае. Конечно же, если он передрал статью полностью с нуля, то есть там уникальность там 40-50%, то, конечно, это халтура, не годится и пускай пишет. То есть очень важно, да, учитывать вот эти показатели. Я считаю, что критичным значением является там для некоторых ниш 80%, для юридических ниш это может быть 80-70, даже 80% это уже норма. Для других ниш там до 90, то есть это нормально, то есть нормальная уникальность. То есть это норма, то есть вы должны не переживать. Вот цифры вот лимитов уникальности, они зависят от ниш определенных. Потому что в юридической нише очень важна последовательность фраз, взятые цитаты из закона. Логично, что там будет уникальность страдать. И, конечно же, там нельзя писать огромные эпопеи, потому что вы должны четко на вопрос ответить четким ответом, цитируя, например, законодательные или какие-то фрагменты законодательных актов. Там нормально будет низкая уникальность. Но понятно, что не нужно цитировать весь закон, цитируйте согласно пункту такому-то, такому-то, фраза. Это значит тот. Вот в таком формате, если вы используете цитирование в юридической тематике. Вот я бы сказал, самый популярный вариант копирайтинга, это, конечно же, копирайтинг источников. Вы можете, конечно, сами писать статьи, занимаясь там огромным исследованием, писать свой опыт, выкладывать свой опыт. Ну, действительно, это круто. Если у вас еще получается логично структурировать мысли, то да, вы будете тем самым флагманом, автором, за которым будут следить. Я первоначально таким не был. Я не родился автором, я не умел писать так красиво. Я вообще SEO начал заниматься с 2016 года и учил его с нуля. Фактически, я столкнулся с ним с нуля. То, что я знал до этого, все устарело и я не знал об этом ничего. Да, я в маркетинге разбирался, в микробиологии разбираюсь, но вот с этим, да, у меня вот туго, собственно, было. И я все учил с нуля. И я не писал нормальные статьи в тот период. Я реально занимался тем, что называется копирайтинг из других источников. Я читал другие источники, пытался это все переварить, понять и изложить, сохраняя ту же самую структуру. Поэтому, отличный лайфхак для авторов, которые пишут статью, структуру берите у топовых статей. Возьмите Ahrefs, забейте по ключу, найдите самые топовые материалы. Посмотрите, как эти топовые материалы выстроили свое повествование, какая логика заголовка, какая логика абзацов, какие заголовки являются вопросами, какие абзацы являются ответами. Посмотрите, как идет подача материала, какая длина предложений. Посмотрите, как строится предложение, по какому принципу повествованием вашей ниши и вот берите за основу вот эти вещи то есть напоминаю изучаем конкурентов изучаем структуру контента изучаем как этот контент изложен структуру изложения ну и конечно же оформление уделяем внимание графическому оформлению статьи вся ваш копирайтинг это мусор если вы не оформляете контент контент нужно оформлять графикой нужно давать задачи дизайнеру потому что вы когда пишите статью вы можете целый там квадратик нарисовать здесь нужно нарисовать вот это здесь нужна фотография отсюда коопирайтер не напишет не вставит эту фотографию у него ее нет он просто пишет текст он попросит заказчика нарисовать здесь дизайнером графику вставить закат чтобы заказчик ставил туда фотографию в противном случае копирайтинг без таких вот элементов это мусор статьи такие мусор и их нет смысла вообще заказывать если вы заказываете просто килограммы то есть платите за кило символов вы просто тратите свои деньги впустую если копирайтеру вы не говорите так мне tz нужны на картинке вот ты пишешь если ты хочешь тут была картинка напиши мне что здесь будет я вставлю вот в таком случае у вас будет продуктивное сотрудничество с этим автором а если автор будет правильно задавать эти вопросы и вы как автор начинающий копирайтер который хочет заработать если будете ставить такие вопросы вашему заказчику вы в его глазах прилично вырастите и можете претендовать на больший оклад за допустим выполненную работу ну и соответственно вот правильно в статье отметили есть такое понятие как поверхностный копирайтинг и глубокий копирайтинг поверхностный копирайтинг это когда действительно берется один источник он кое-как рерайтится где-то откуда-то выдирается пару-тройку абзацев вот получилась статья пожалуйста забирайте публикуйте глубокий копирайтинг это когда дается как минимум несколько источников чтобы человек почитал во-вторых ему дается тема которая нужно раскрыть он находит эти темы у действительно у именитых авторов пытается из этого сделать действительно материал который отвечает на ключевой вопрос почему ему нужно писать статью если ему действительно писать статью как заменить тормозные колодки он ищет по теме все что касается этих тормозных колодок то есть за когда их меняют каких случаях меняют на что нужно обращать при смене колодок он эти вопросы собирает и ищет ответы уже у тех кто ответил он собирает эту информацию у тех кто ответил идеально конечно если вы найдете автора который реально автолюбитель шарит в этом и добавит еще от себя какую-то информацию как свое экспертное мнение это реально круто если такого автора нашли держитесь за него платите ему больше чтобы он писал вам а не вашему конкуренту то есть само собой обращайте на это внимание своих авторов нужно воспитывать у нас на сайте вы увидите что у нас есть ряд авторов они пишут нам эти авторы молодцы они пишут нам мы их нашли мы пересеяли огромное количество авторов и действительно авторам нужно беречь а вы как начинающий автор который сегодня начинает писать вышел на этот путь должны понимать что вы не можете писать одновременно и про ириспруденцию и одновременно по приготовление торта по грузинским рецептам и одновременно там не знаю про установку там этих скважин для воды артезианских вы не сможете писать одновременно по всем трем темам я не смогу я создаю youtube контент вы видите но я не смогу это доктора комаровского возьмите и попросите в не знаю там рассказать там про не знаю там юридические какие-то элементы законодательства там что у нас какие законы принимаются он не расскажет вам он знает медицину он знает эти вещи но он не расскажет вам соответственно и вы не можете идти по всем нише вы должны четко определить вашу специализацию если вы размещаетесь на ворке размещаетесь на каких-то сайтах поисках работы на сайтах копирайтинг биржи копирайтинга напишите вашу специализацию напишите ваши работы покажите как вы умеете писать в блог собственный заведите свой личный блог и ведите там статьи мы так большинство авторов нашли потому что они вели свой личный блог они вели блоги на бесплатных площадках типа как в цру рбру писали на такого рода площадках там можно найти авторов следует помнить мы по нашей ниши нашли вы должны тоже писать бесплатные говорится этот контент должен уделять внимание где его можно писать поэтому вы как начинающий автор уже должны выбрать нишу в которой вы планируете писать и пишите мне вот что вам нравится что вы хорошо знаете что вы учили в университете что вы читали последнее время пробуйте поэтому писать вот то что вы учите вы в этом деле будете экспертом поэтому первую очередь если вы хотите выйти на ниши копирайтинга не ломите сразу в те ниши которые вы не знаете не ломитесь я понимаю что деньги говорится хочется получать везде и всюду но если вы это не знаете лучше посидите почитайте изучите материал и только тогда приходите к заказчику чтобы не ударить грязь лицом потому что если вы пришлете поверхностный копирайтинг он скажет что это все чушь это все ерунда это все вторично я это читал там оно и на даже написано в том же стиле да стиль очень важен поэтому пожалуйста готовьтесь к материалу поверхностный копирайтинг заметен сразу в отличие от глубокого когда статья написано действительно классно и окей если все-таки вы согласились на глубокий копирайтинг откуда взять вот этот необычный контент который можно дополнить есть несколько лайфхаков во первых найти статью в которой есть комментарии или запись блога который есть куча комментов и выловить те комменты которые получили наибольшее количество лайков откликов это очень удобно делать в ютубе например когда выбиваете эту тему и в ютубе смотрите комменты там сразу в топе те комменты которые действительно чаще всего люди спрашивают и можно действительно найти и ответы и вопросы которые можно дополнить статью youtube вообще идеально для копирайтера который не знает про говорится не знает чем дополнить материал который он изучает во вторых конечно же это ваш опыт да без вашего опыта туго действительно я дал другу написать статью по seo его каждый термин вызывал стоп для человека который смотрит наш youtube канал большинство терминов понятны но друг который начал писать статью я ему потратил там полчаса рассказал как это все делается но в итоге действительно стало тяжело и это факт действительно темы если ты это не учил ты слово копирайтинг стопорит тебе слово анкор стопорит тебя множество слов стопорит и нужно сесть этот словарик изучить понять как оно с чем связано то есть реально человек начинает тратить время на изучение поэтому идеально писать в своей нише которую вы знаете вы можете знать в базе вы можете знать продвинутый может знать экспертно но если вы знаете экспертно вы вряд ли ищите работу на удаленке там копирайтером скорее всего вы знаете тему базово либо продвинута в чем вы выучились давайте вот коротко вот в этом видео каждый в комментарии напишет мне в чем он отлично разбирается просто напишет мне самое забавное возможно мы найдем работу именно вам если вы действительно начинающий копирайтер напишите вот темы в которых вы отлично умеете писать и если он действительно у нас есть клиенты такие то может они вас заметят а и соответственно и мы вас уже заметил потому что нам часто тоже нужны авторы пожалуйста не забываем напишите в комменты темы в которых вы чувствуете себя профи и сможете попробовать написать статью почему бы и нет может быть вы заработаете сегодня деньги получите я напишу свяжусь с вами и соответственно можем с вами связаться я только не против авторы нам всегда нужны у нас есть разные клиенты стоматологии например да у нас есть клиенты по геодезии даже разные есть юристы пожалуйста авторы если вы хотите подзаработать а сейчас в карантин заработать все хотят ну все многие сидят дома без работы там кто-то бездельничает кто-то сидит то пожалуйста напишите поэтому смотрите ребята обманывать грязными методами копирайтер не рекомендуется заказчик вас поставит в черный список seo studio просто заметит что вы говорится некачественный и тоже вас заблочит пометит там типа не писать там на бирже то есть типа вообще плохой копирайтер плохой автор заметках поставит и будет игнорировать все ваши сообщения которые вы ему пишете поэтому однозначно да нужно себя зарекомендовать с хорошей стороны ну и конечно же набивайте себе цену если вы специалист хвалитесь тем что специалист и просите не по символю оцениваете как-то статьи по другим методам объем допустим развернутая статья там столько-то там долларов да там короткая заметка столько-то долларов да ну там и диапазоны символов то есть не за каждую тысячу да там за килограмм символов а то есть вы говорите вот здесь подойдет большая статья там на восемь тысяч какие бывают размеры статей оптимальный размер для небольшой заметки до пяти тысяч символов без пробелов для большой заметки около восьми тысяч символов long grid 12-15 тысяч символов больше писать нет смысла больше есть смысл разбить материал на несколько статей статьи само собой как писать мы рассказывали наших блогах я рассказываю в подкастах часто не забываем подписываться нажимаем на колокольчик и конечно же всем говорится крепкого здоровья и до новых встреч